МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях директор комсомольской правды в Рязани Николай Мальцев. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Ну, как говорил один из героев известного советского фильма «Москва слезам не верит», что скоро ничего не будет. Ни книг, ни газеты, одно сплошное телевидение. К счастью, его прогнозы не оправдались, и тем не менее, вот на сегодняшний день, насколько востребованы именно печатные средства массовой информации в нашем обществе? Как показывает практика сегодняшнего дня, СМИ на каком-то этапе, печатные СМИ потеряли в тиражах. Это могут сказать любая газета нашего города. Это коснулось абсолютно всех. Но после этого первого этапа, та аудитория, которая в печатных СМИ осталась, она оказалась очень крепкой. Это люди, которые уже являются такими приверженными пользователями прессы, приверженными пользователями печатных изданий. И эти люди показывают и доказывают, что они с газетами останутся навсегда. Я скажу здесь такое вещь и такое различие, которое существует между печатными СМИ и многими-многими другими. Почему они должны оставаться, и почему есть люди, которые такие вот упорные приверженцы. Дело в том, что согласно еще давнему исследованию ученого, это из Южной Африки ученый Герберт Кругман, он разделил все СМИ на те, которые оказывают воздействие на человека и те, на которые человек оказывает воздействие. Так вот, из всего обилия средств массовой информации человек оказывает воздействие лишь на то, что он читает. Читать он может в газете, читать он может статью в интернете. Вся остальная информация, ну как сказать, не навязывается ему, а является такой импульсивной, воздействующей извне. Соответственно, меняется очень мировосприятие человека и обработка информации, которая к нему поступает. Так вот, если он, например, едет по улице и видит щит, это рекламный щит, да, это явное воздействие на него. Это такая спорадическая реклама, которая промелькает перед глазами. Вот вся подобного рода реклама, то же самое действует и ролик, то же самое действует листовка, объявления и многое-многое другое. То есть, то, что влияет на человека, извне. То, что он не просил, то, что он не заказывал, а то, что идет там параллельно. Так вот, всю эту рекламу человек способен узнать после. Но он не способен ее припомнить. Человек может припомнить только ту рекламу, которую он прочитал сам. Интересно. Вот. И где-то на подсознательном уровне газета, я так понимаю, интересна приверженным читателям. Потому что, если они даже и не догадываются, то чувствуют, наверное, что когда ты смотришь информацию в интернете, ты ее не читаешь, а просматриваешь по диагонали. А информацию в газете ты, наоборот, читаешь. Ты уделяешь, уединяешься, во-первых. Уделяешь какое-то время определенное. Статьи развернутые, статьи глубокие. Человек погружается в этот мир. Вот. Соответственно, информацию полезную он черпает из редакционных материалов. Полезную информацию он также черпает из рекламных материалов. Что вообще на сегодняшний день из себя представляет рынок печатных средств массовой информации в нашем городе? И какое место на нем занимает комсомольская правда? Я вам расскажу правду, как есть. Вы знаете, что, может быть, лет 10 назад рязанцы сделали такой свой определенный выбор. Большое количество рязанцев стало читать, отдавать предпочтение телегидам. Ну, это такая утилитарность. Телегиды создавались по простому принципу. Главное – это телесетка, из-за которой покупают газету. И попутно какая-нибудь сопровождающая информация. Чтобы человеку еще было о чем почитать. О чем – это не так важно. Это всегда имело второстепенное значение. Соответственно, многие общественно-политические издания, которые как раз с сетки вещаний уделяли мало внимания, а уделяли большое внимание расследованием, каким-то журналистским наполнением, вот именно такому информационному, они в этот момент уступили значительной доле рынка. И люди переключились на телегиды. Когда начался кризис, и когда... Кризис, я имею в виду, на рынке печатных СМИ, когда стал активно развиваться интернет, и люди потянулись в интернет, они, как сказать, они стали по-разному уходить от разных изданий. И здесь получилась такая вещь, что общественно-политические издания, те, кто на каком-то этапе остались, ну, просто с верной, преданной аудиторией, вот так, которые покупали не ради телегида, а ради содержания, вот у тех аудитория закрепилась плотнее. А у телегидов очень многие люди просто послетали в интернет. И вот недавно произошел случай здесь, в Рязани, когда один из телегидов прекратил свое существование. Газета ТВ «Панорама» перестала выходить в свет. И мы столкнулись с неожиданным следствием этого процесса. У «Комсомольской правды» еженедельника увеличился тираж. Мы проанализировали рынок, как выяснилось, что у ТВ «Панорамы» в Роспечати цена была 17 рублей. По-моему, так. И у нашей газеты, у «Толстушки», «Комсомольской правды», та же самая цена. Это сейчас самая низкая цена в Роспечати среди крупных серьезных газет. Поэтому люди, очевидно, стали выбирать следующую газету по уровню своего достатка, но не только поэтому. Дело в том, что когда мы стали замечать, что люди от газеты требуют не только информационного наполнения, но еще и телепрограммы, мы изменили формат телепрограммы «Комсомольской правды» и стали выпускать телепрограмму того вида, который рязанцам привычно, а именно в виде книжечки. Она скобирована, соответственно, складывается и не отличается ничем от обычного телегида. Здесь также есть какая-то статья и телепрограмма на 30 каналов телевидения. В том числе с первого дня существования такого развернутого телегида здесь была представлена телепрограмма и канала «Городской», и канала «Домашний», и канала «Че», все те каналы, которые также рязанцы смотрят и любят. Поэтому люди, чей телегид перестал выходить, быстро нашли, очевидно, замену в том телегиде, который предлагает «Комсомольская правда». Ну, а что касается цены, мы изначально, и всегда, это и моя позиция, и позиция коллектива, мы старались делать газету доступную для людей. Потому что мы понимаем, что СМИ сейчас, они ориентированы на аудиторию, которая старше 45 лет, там есть пенсионеры, большой пласт. А мы должны не брать последнее с этих людей, а мы должны, насколько это возможно, в очень трудных условиях, в условиях очень дорогой бумаги, мы должны, насколько это возможно, удерживать цену. Но доступном уровне. Какова вообще информационная политика федерального издания «Комсомольская правда» и насколько она трансформируется или нет в регионах? Федеральная «Комсомольская правда», помимо освещения всех крупных федеральных тем, в том числе и внешнеполитических событий, они, конечно, в части еженедельника ориентированы на развлекательную. Составляющая была традиционная. Когда «Комсомольская правда» была разделена на ежедневный и еженедельный выпуск, у еженедельного была всегда аура такого развлекательного проекта, а у ежедневки более серьезного, такого новостного, событийного. Видя, что наш рязанский читатель, ему мало только развлекательной стороны, потому что и времена тоже настали невеселые, и не всегда хочется развлекаться, мы давным-давно еще взяли за основу, что мы будем, наоборот, как дополнение федерального контента, делать те материалы, которые... серьезные материалы, которые не только рассказывают о новостях происходящих в регионе, а которые пытаются приоткрыть правду о тех событиях и вещах, которые происходят в регионе. Правду жизни донести до людей. Этот момент очень важен. Этот момент связан с журналистскими расследованиями, этот момент связан с очень высоким интеллектуальным потенциалом редакции, потому что немногие журналисты способны где-то даже рисковать и собой для того, чтобы добыть правду, а не ту внешнюю оболочку и мишуру, которая подчас заполняет наша лента новостей. Соответственно, вот эти материалы мы и стараемся приносить в газету. Еще один важный момент в качестве контента нашего издания, наполнения, это мнение людей. У нас представлены две колонки. Одна идет достаточно давно, это колонка митрополита, рязанского марка. И Николай Любимов возобновил колонку своим решением, и она снова заработала, и заработала даже эффективнее прежнего. Люди присылают вопросы и готовятся оперативные ответы. Проблемы, которые излагают люди, по возможности решаются. Это прекрасный инструмент, прекрасный инструмент прямой связи человека и власти. Что касается владыки, что касается митрополита Марка, то здесь я хотел бы тоже обратиться к вашим зрителям, к рязанцам, к нашим уважаемым, чтобы они активнее принимали участие в этой рубрике, потому что митрополит сам лично отвечает на каждый вопрос. Это не передается батюшкам, он отвечает сам лично. И каждый ответ на вопросы мирян, на вопросы простых людей, он предполагает, имеет такой определенный формат даже, я бы сказал, проповеди, который позволяет людям разобраться в каких-то бытовых моментах вопроса, как им правильно поступить, где есть добро, а где есть зло. Я считаю, что этот формат, он очень важен на это время, в этой стране, в этом обществе, потому что нам крайне-крайне не хватает некого морального кодекса, как надо себя вести. Николай, скажите, пожалуйста, а ваше издание проводит какие-то исследования, которые помогали бы рязанцам ориентироваться на рынке услуг, товаров? Да, у нас есть такая практика, причем эти исследования, они очень многогранные. Во-первых, видя, что происходит с продукцией, с качеством продуктов, в том числе продуктов продовольственных, продовольственных товаров, мы стали проводить исследования совместно с нашими партнерами, с лабораториями города Рязани, которые откликнулись, несмотря на давление, которое было к ним применено, вот, чтобы не работать в этом направлении. Тем не менее, эта работа продолжается, она будет продолжена, потому что мы должны говорить людям правду, из чего делаются те или иные продукты, которые они потребляют. Мы столкнулись с случаями, причем эти случаи массовые, когда на упаковках, на упаковках продуктов питания не публикуется состав соответствующей действительности. Это огромная трагедия. Мало того, по целой части товаров, например, по колбасным изделиям, мы не можем до сих пор, ни мы, ни наши партнеры, никто, не может найти даже методики, которая, например, позволяла бы выявить долю мышечной ткани в колбасе. Ее просто нет. Ни Москва, ни Владимир, никто такой исследований провести не может. Тогда вопрос, а как же вообще проводится какой-то контроль? Ну, очевидно, его не проводится никакого контроля. Если нынешние органы не хотят проводить подобный контроль, ну, средства массовой информации остается брать контроль на себя. Вот. И мы будем это продолжать делать дальше. Что касается исследований общественного мнения, то это другое наше направление. Я здесь подчеркну такой важный аспект, что исследования посредством опроса в соцсетях или опроса на сайте проводят... Это несложно. Это можно провести каждый. Но в этих исследованиях есть один очень опасный компонент. Мало того, опасный компонент данных этих исследований никогда и никем не будут признаны репрезентативными. Потому что в этом опросе может принять участие де-факто любой желающий. Ну, у кого там есть страничка, или кто там заинтересован, пришел, ответил и все. С другой стороны, исследование, исследование аудитории, исследование мнения жителей Рязани, оно всегда подразумевает квоты по полу и возрасту, соответствующие демографической ситуации населения Рязани. И, соответственно, их надо запрашивать. К опросу нельзя допускать всех. Можно допускать только тех людей, которые соответствуют этой выборке. Иначе получится такая вещь, что из 100 опрошенных 80 это были студенты. Ну, тогда, позвольте, студенты представляют собой мнение в Сирии Рязани? Нет. У нас пенсионеров больше, чем студентов. Почему же их не опросили? Просто потому что их нет в соцсетях? Да, их нет в соцсетях. Значит, их мнение мы не будем учитывать. Поэтому данные исследования, это, ну, как сказать, это только представление о том, что в народе гуляет. Но это никак не мнение рязанцев. Мы же пошли дальше, и в своих исследованиях мы запрашиваем каждый раз данные в Рязанистате. Данные по тому, какого пола и возраста, по разным возрастным категориям людей у нас живет. Мы составляем выборки в том размере, которому они необходимы для нашего города, чтобы данные были репрезентативны. У нас уже есть команда тех людей, которые много лет проводят вместе исследования. Это люди, которым и я доверяю, и я сам провожу эти исследования. Мы обрабатываем все еще старинным способом, таким, два раза перепроверяя все данные, потому что интересен сам результат. Интересно, чтобы результат получился близким к реальности. Вот это очень важно. Очень важно угадать правду. И поэтому мы все делаем для того, чтобы эти исследования действительно открывали некие такие вещи, некие истины людям. Исследования, которые мы проводили, мы проводим в том числе и по заказу предприятий. Таких исследований там может быть одна-две в год, но это очень серьезные масштабные исследования. И я искренне горжусь тем исследованием, которое мы сделали вот в этом году. Исследования оптичных сетей в городе Рязани. Теперь один из игроков рынка, во-первых, имеет очень интересное и стереоскопическое представление о доле рынка, своих и конкурентов, о своей аудитории. Он знает, на кого готова его аудитория применять его самого. И также он знает аудитории других аптечных сетей, кто и в каком объеме готов выбрать его аптеку. Большое спасибо, что сегодня нашли время к нам прийти. Мы желаем вашему изданию процветания, новых подписчиков, новых читателей и интересных исследований и материалов. Спасибо вам огромное. На этом наша программа подходит к концу. Нашим телезрителям мы также желаем всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова